Доброе время днёток, друзья. Буквально несколько дней назад я отпраздновал свой 26-го день рождения и просто взглянул на проделанный творческий путь за последние три года, что занимаюсь ютубом и геймдевом. Я не сразу начал рисовать пиксели, изначально это вообще была векторная графика, но я решил попробовать что-то новенькое. И на одном из геймджемов, в которых я принимал участие, было несколько игр с клёвой пиксельной графикой. Меня просто поразила их одновременная простота и красота. Мы самый первый пиксель-арт, по сути, не был пиксель-артом. Это была обычная растровая графика в очень маленьком разрешении и от пикселей там было только название и размеры спрайтов. У меня даже есть древняя серия видео, в которых я показывал процесс создания графики для одной из своих пиксельных игр. Потом, создавая свой первый коммерческий проект под названием Splinters of Life для FalcoWare, Мой пиксель-арт стал более... каноничным. Но всё ещё был далёк от пиксель-арта. Мне нравилась простота и скорость производства. За день можно было нарисовать всю графику для небольшого платформера, даже с эффектами, с анимациями, вообще со всем. А для некоторых своих проектов я нарисовал пиксельную графику буквально за пару часов, без шуток. Научиться рисовать пиксели несложно. Гораздо сложнее научиться придумывать, что нарисовать, и делать это в любом стиле. Поэтому навыки концепт-арта пригодятся любому художнику, даже пиксельному. У школы XYZ есть отличный полностью бесплатный курс intro concept art, на котором ты с нуля изучишь базовые принципы фотошопа, освоишь основы традиционного рисования и необходимую базу для любого арта. Построение примитивов, создание светотеней, определение тонов света, тени, полутени, рефлексы и блика. А по итогу курса создашь свой первый стилизованный концепт всего за 5 дней. XYZ это более 90 тысяч студентов, обучение в любое удобное для тебя время и менторы с большим багажом знаний, полученным благодаря работе в таких студиях, как Blizzard, CD Projekt Red и Ubisoft. Лучшие студенты школы уже работают в таких компаниях, как SaberMy.com, Ubisoft и другие. Также после прохождения курса ты получишь 40% скидку на основной курс. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся на бесплатный курс для начала карьеры концепт-художника. В общем, после этого проекта у меня был проект-обводка под названием My Name is Metal, график из которого это измененный арт из древней флеш-игры Dirk Valentine. Кстати, очень советую, игрушка реально прикольная и арт очень вдохновляет. Мне дико нравилось работать над этой игрой, но в плане рисования это было больше похоже на фотобашин. Я разрезал готовые спрайты на части и собирал из них новые спрайты. Что-то подрисовывал от себя, но в целом этой игре можно легко узнать дёрка Валентайна. Многие на этом канале уже знакомы с моими пиксельными играми, попавшие в Steam, но мало кто знает, что перед ними меня ожидал совместный проект Hardroom, который в своё время прошёл через огонь и гринлайт. Попал на полки стима и принёс мне первые ощутимые доходы с геймдева. Это был первый проект, которым я полностью сам придумал и нарисовал всю графику, без каких-то обводок и заимствований. Хотя я не скрою, что в своё время вдохновлялся супер мидбоем, но он не пиксельный. После этого я на какое-то время отлучился от пикселей, снова начал рисовать вектор и ковырялся в 3D, но как-то вечером просто от скуки сидел и тыкал пикселями по экрану. Но в итоге стало что-то получаться и переросло в проект под названием IRED, под который я сам написал целый альбом треков, нарисовал кучу артов, сделал разных анимаций. И это был прикольный опыт, но проект до сих пор заморожен. Тем не менее, я про него не забываю и у меня очень сильно чешутся руки, чтобы к нему вернуться и там показать как надо, но не сейчас. Снимая видео на ютуб по пиксель-арту для новичков, я повышал и свой собственный скилл. Было прикольно, что люди смотря мои уроки, сделали свой пиксель-арт для своих игр, и до сих пор приходят новички и учатся по тем видео. Ребятки, вы красавчики, у вас всё получится. Настоящий прорыв в своём пиксель-арте я сделал, работая над игрой Bloodlast 2D. 2D, потому что позже я планировал сделать игру Bloodlast 3D, и возможно когда-нибудь всё-таки сделаю. Но это был самый настоящий пиксельный пиксель-арт, который в своё время выглядел очень круто, и даже сейчас он многим нравится, а некоторые спрайты до сих пор нравятся мне. В любом случае, сейчас я вижу множество косяков, которые надо перерисовывать, если я возьмусь за эту игру снова. А я возьмусь. Это моя собственная хитовая легенда, которая пройдёт через огонь и воду, и попадёт на полки стима и консолей. Просто её путь немножечко задерживается. Следующий пиксельный проект, на этот раз уже завершённый и попавший на полки стима, был нарисован за... несколько часов. В поезде. Пока я ехал отдыхать на море в Сочи. Ну, ребята, рисовать в поезде на ноуте такое себе удовольствие. Но заняться было всё равно нечем. И да, звание самого пиксельного пиксель-арта достаётся фиолетовому сердцу. Тогда я думал, что ещё пиксельнее сделать не получится. Я никогда так не ошибался. Потому что в следующей поездке на море я сделал новую игру, графику для которой нарисовал за час, попутно кушая доширак в поезде. Я хотел сделать всё максимально просто, максимально быстро, без заморочек. И пройдя немалый путь от грязного пиксель-арта до вот такого минимализма с палитрой из трёх цветов, мне пришло осознание того, как можно сделать пиксель-арт более детальным, но всё ещё чистым. И на тот момент эта игра стала самой популярной среди всех моих проектов и принесла наибольший доход в стиме. После неё я принялся рисовать пиксельных хуточек с отсылкой на Bloodlast. Минимализм стал обрастать деталями и смыслом. А также я опробовал некоторые техники и пайплайны других художников. В общем, мудины и истории стали для меня не менее значимым проектом в обучении, чем Bloodlast. Спустя несколько лет после Hardroom я решил принять участие в геймджеве с форум hellroom.ru. Именно там я начал своё осознанное знакомство с геймдевом, а не эти ваши гцупы. Графику для этой игры я рисовал в прямом эфире, используя только чёрный и белый цвет, но при этом не совсем маленькое разрешение, чтобы было понятно, что там изображено. Анимации я сделать, конечно же, не успел, но сам прототип этой хоррор-игры с концовкой был готов. Может, когда-то дойдут до него руки, но я, если честно, не вижу в нём особой перспективы. А вы что думаете? Позже я снял пару курсов по пиксель-арту для новичков, а сам стал усиленно изучать 3D и воксели. Моим следующим, не совсем пиксельным проектом, стал Dark Souls, графику для которого я сделал на стриме, но потом ещё потратил пару вечеров, чтобы дополнить её. Это был крутой опыт с 3D-графикой, иным левел-дизайном и подходом к самому игрострою. Кстати, впоследствии эта игра попала на консоли и стала самой прибыльной на данный момент. Но совсем скоро на консолях появится обновлённая версия Паукан Байбай, которая в стиме принесла в разы больше. Поэтому я надеюсь, что и на консолях он обгонит Dark Souls по продажам. После этого я сделал небольшой перерыв и ушёл в самое обучение. Пересмотрел множество видеоуроков по обычному арту, анатомии, прошёл пару курсов XYZ School, целый год я изучал множество разного материала и уже успел сделать определённые успехи в 3D. Даже начал воксельный думоподобный шутер, которому осталось наделать кучу контента, и скорее всего для него я буду собирать команду, ибо сейчас у меня совсем мало времени для этого проекта. Пробуя свои силы в разных 3D-играх, на определённом этапе я понимал, что одному потянуть такой объём работы почти нереально, либо это займёт несколько лет. И я вновь решил вернуться к пикселям, вдохновляясь играми своих друзей Foxy Land, My Stoppia и ещё не вышедшие 6 душ и Panda Punch. Причина проста. Пиксель-арт я потянул в одиночку. Даже крупный проект в плане графики не займёт у меня больше месяца, а на самом деле и намного меньше. В то время как на хорошую 3D-модель одного персонажа может уйти столько же, а на окружение и левел-дизайн в разы больше. Сейчас я рисую ремейк своей самой первой пиксельной игры «Осколки жизни». И для меня это такой кайф, такая ностальгия, такие воспоминания и такое желание сделать это круче, чем было много лет назад. И пойду-ка я дальше рисовать. С вами как всегда был Арталаски. Пока.